и так здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился а я сейчас девочки готовлю свою овсяную кашку сейчас я покажу как я ее готовлю в том числе для мальчиков сегодня будет все без мяса так надо я делаю именно из овса из цельных зерен уже они у меня перепрыгнули сюда уже сварили кашку как варить обыкновенно кладем промытый овес зерна овса после этого наливаем водичку например в два раза больше чем овса даже два с половиной после этого я воду обязательно кладу морскую соль и обязательно добавляю соевый соус у меня вот в таком своеобразном бульоне варится овес дальше я варю когда сварилась я беру в процессе варки я забираю ну допустим вот такую вот баночку отвара овса для чего я забираю баночку отвара овса внизу будет ссылочка посмотрите кто не знает узнаете и вы будете здоровы и худенькие и здоровые и красивые будете это отвар красоты там все подробно я рассказываю о всех свойствах овса обязательно что же я добавляю как вот мы сварили кашку все она ее нужно употреблять ее нужно кушать что же это добавляю очень много зелени какую зелень это у меня любый сток сейчас у меня очень хорошо идет любый стук я не покупаю никогда зелень я всегда ее выращиваю дальше лук чеснок здесь два в одном дальше лук вы можете свой лук у меня два здесь вида лука я уже положила это обыкновенный лук и лук его называют вот такой вот плоский слезу все потому что он как слезку пускает я положила дальше я кладу куркуму прямо уже вот у меня приготовилась все это делаю после того как выключила вот идет пар чтоб сейчас не запотела камера так после этого я добавляю после куркумы я добавляю вот это у меня лен обязательно это у меня грецкий орех и кунжут а их свойствах я много рассказываю а также к массу гамаси у меня уже там тоже дополнительный все перемешала ой как красиво знаете очень красиво дальше морковку ни в коем случае и не обжаривать прямо вот такую вот прям в сыром виде туда сейчас у меня все это постоит просто постоит под крышкой я замотаю укутаю хорошо и морковочка она станет мягенькой ее можно также очень мелко на самую мелкую терку тоже будет хорошо не рекомендую ее обжаривать вообще не рекомендую никогда делать как называют зажарки обжарки и так далее это все лишний раз вы себе вызываете рак до свободные радикалы они нам не нужен совсем не нужны дальше дальше берем маслечко у меня вот в данный момент вот такое я люблю это маслечко сейчас я покажу обильно всю эту смесь заливаю вот так сюда можно добавить перец кто любит перчик добавьте черный паприку очень хорошо если вы добавите сладкий красный перец паприку сладкую это тоже вот и все у меня готовы сейчас я закрою у меня постоит в закутую и потом буду давать своим родным и близким вот это настоящая полезная кашка вы можете добавлять свои приправки которые вы добавляете обычно пока пока